Пресс-центр retail.ru продолжает свою работу на выставке Prodexpo 2021. Рядом со мной спикер нашей деловой части, алкогол. Хочется узнать, как вас зовут, какую тему вы сегодня обозревали. Меня зовут Руслан, торговая сеть градусов всего мира. И если взять тему какую-то, то тема стандартная, как в последнее время, везде. Как мы прожили 2020 год, с чем мы встретили 2021 и куда идем к концу 2021. И что вам вообще ожидать? Структурные изменения, ассортиментные изменения, поведение покупателей, их выбор. Ну и как вообще работать с сетями производителем, что сделать, чтобы хотя бы попасть на полку, что-то кого-то заменить или еще что-то сделать, чтобы увеличить свою долю и заместить чью-то. Понятно. Тогда очень интересно, расскажите про свою торговую сеть. Где вы представлены, в каком объеме? Региональная сеть, ну в семи регионах находимся. От Петрозаводск, когда Москвы. В Москве вот сейчас начинаем открывать, пока три магазина. В ближайшее время будет значительно больше. А так Москва, Санкт-Петербург, Петрозаводск, Новгород, Тверь. Ну вот, вот так. Какой ассортимент у вас в торговости? Ассортимент у нас, скажем, что у нас магазин у дома, но с широким выбором алкоголя. То есть у нас, конечно, алкоголя выбора больше, чем в любых федеральных сетях, именно если взять магазин у дома. Я бы даже назвал больше магазин, удобный магазин, в который можно в тапочках забежать, купить основные продукты, ну и выпить заодно что-нибудь вкусненькое, либо на праздник на будущее. Ну вот в таком формате, что у нас можно купить весь набор продуктовый, который ежедневно употребляется, а также порадовать себя или сделать подарок, что-нибудь вкусненькое, сладенькое и алкогольное. Очень тогда интересно, как повел себя ваш покупатель в локдаун, потому что ни для кого не секрет, что производители продуктов говорят, что вдруг увеличился спрос на продукты зожные, на продукты полезные. Я так понимаю, скорее всего, этот спрос был уже после середины локдауна, потому что вначале, скорее всего, люди заедали свои горе. Как дело обстоит с алкоголем? Как-то изменился вкус наших покупателей? Он изменился и в большой степени он перетек именно, скажем, с водочной, как у нас все-таки страна водочная, любители, именно доля продаж водки, она одна из самых высоких вообще в мире, в России. Но в прошлом году очень сильно наши люди перешли, если из крепкого напитка, в такие джинны, виски, они начали заменять, потому что раньше все ходили в рестораны, кафешки, делали различные вкусные коктейли, и все это закрыто, и они перешли к себе. Поэтому все производители, как сумасшедшие, начали делать джин. Вчера, сегодня я хожу по выставке, вот каждая компания, если не сделала джин, мне-то кажется, она уже себя даже как-то чувствует неудобно. Но в целом эта тенденция осталась, я думал, что как раз рестораны откроются, и все эти категории, которые, так скажем, взрывной рост показали, уйдут, но нет. Они, да, они стали меньше продаваться, если в сравнении с прошлым годом к чеку, именно к структуре потребления, но он все равно значительно выше, чем до. Поэтому структура потребления у наших покупателей, потребителей, она изменилась также тоже помимо крепкого алкоголя, то, что я сказал, из водки, коньяков перетекли, вот виски, джин, то, например, доля вин, также вина, игристых, тихих вин, она увеличивается. То есть мне это радостно, потому что все-таки какая-то, скажем, образовательная или там ментальная составляющая поменялась, и люди начали, наконец, ценить вина. И не только сладенькая, чтобы хоть вкус, а вот эта кислятина, которую большинство не воспринимали. То есть наши люди, причем даже молодые люди, начинают пить вкусные, сухие вина, но и доля, и, скажем, в своих покупках она уже начинает занимать большую долю. Люди нашли время для того, чтобы распробовать и стать ценителями хорошего вина. Такой вопрос, вы как спикер обозревали какую-то тему, а как представитель торговой сети, скажите, вы нашли какие-то, может быть, интересные контакты для работы каких-то поставщиков, каких-то производителей? Да, скажу, что очень. Мне вот данная выставка понравилась, да, она меньше, потому что меньше значительно иностранных производителей, ну, вот ситуация. Но зато я намного больше увидел таких небольших производств, с которыми интересно пообщались, познакомились, которые производят небольшие объемы. Федеральным сетям они не интересны, значит, а нам интересно. То есть, да, мы вырастим там в два раза, мы все равно они нам будут интересны. Им интересно продавать, нам интересно что-то иметь не то, что есть у всех. Поэтому, да, нашел несколько контактов новых, которым будут представлены наши сети, и будут представлены, наконец-то, покупатели в семи регионах смогут попробовать что-то вкусненькое, необычное, не то, что как везде. Да, интересно. И в продуктах тоже, на самом деле. Здорово, что в вашей сети, получается, конечный покупатель может найти эксклюзив, который не найдет в крупном ритейле. А это прекрасно. Спасибо вам большое за такое интересное общение. Желаю вам удачи и до встречи в следующем году. Спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok